Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу акцент сделать на то, что Наталья Викторовна говорила, для медицинских сестер комнату разгрузки. На самом деле у нас сейчас это начинается тоже проект с психологами совместно. И я надеюсь, что мы объединим наши усилия, и будет очень удачно это для всех. Пока загружается. Уважаемые коллеги, я бы хотела представить презентацию посвященную рациональной организации среднего медицинского персонала в учреждении. В настоящее время самая приоритетная задача в каждом учреждении является высококачественное оказание медицинской помощи. Непосредственную роль в этом играет главная медицинская сестра, которая должна свой медицинский персонал правильно рационально организовать. Сотрудники являются главным преимуществом любого учреждения. От них зависит слабость, от них зависит мощь учреждения, организации. И принимаемые сотрудниками профессиональные решения формируют успешность и результативность действенности. Поэтому рациональная организация труда для нашего центра это очень необходимо, потому что центр новый. Он всего лишь работает 5 лет, и у нас идет как раз сплоченность и системность. В настоящее время в условиях рыночной экономики с возрастанием платных медицинских услуг, с большим количеством развитием клиник, открытием, идет большой отток высококвалифицированных медицинских сестер. Поэтому спрос в учреждениях, в любом, пусть это в большом, пусть это в поликлинике, он велик. Для этого, конечно, очень важны и условия труда, в которых работает сотрудник, и мотивация, конечно, денежная. Задача главной медицинской сестры, задача руководителя центра нашего и также главных врачей в федеральных учреждениях, задача отделов кадров. Это обязательно продумывать всю кадровую политику, продумывать внешние экономические связи, продумывать условия труда для сотрудников, быть всегда в курсе потребностей пациентов и для того, чтобы была высокая производительность труда. Что же такое рациональная организация труда? Вот сейчас каждый из нас, он воспроизвел в своем создании то, что он захотел. На самом деле это все в единый, если сложить, это и будет система. Система трудовых действий людей в процессе их совместной производственной деятельности. Я хочу особое внимание уделить тому, что это система, а не то, что что-то иное. Это что каждый взаимодействует друг с другом. Только от этого улучшится и производительность, и условия нашего пребывания на работе. Хочу немножко пройтись с вами по принципам рациональной организации. Первое – это комплексность. Комплексность – это то, что решается всеми структурами учреждения, все проблемы. Дальше идет у нас системность. Системность – это согласование, то есть устранение противоречий в коллективе. Регламентация – это то, что не хватает нам на сегодняшний момент для каждого медицинского учреждения. Это регламентация, те документы, те инструкции, те какие-то правила основные, которые будут едины для всех абсолютно. Специализация – это закрепление за каждым подразделением отдельных функций с передачей полной ответственности за конечные результаты. Стабильность – это то, что каждый хочет из нас, это быть стабильным во всех функциях, во всех задачах. Когда человек приходит на работу, он знает, что его ждет. И дальше у нас идет целенаправленное творчество. Это творческий подход к решению поставленных задач. Система управления. Система вообще управлять – это значит предвидеть, планировать, контролировать, организовывать. Это огромное-огромное направление. В этой сфере мне помогают старшие сестры, потому что одно и главное – это все очень тяжело организовывать. Поэтому на сегодняшний момент у нас есть две подсистемы. Таких, как и везде, есть две подсистемы. Это производственная, это среднемедицинский персонал, который осуществляет производственные процессы. И управляющая. Управляющая – это старшая, главная медицинская сестра, которая воздействует на персонал свой с целью организации их деятельности. У каждой подсистемы свои задачи, свои функции. Структура управления. Структура управления – подбор персонала. То есть для нас это идет в трех этапах. Подбор – это отдел кадров, старшая медицинская сестра, главная медицинская сестра. Каждая старшая на сегодняшний момент подбирает для себя того сотрудника, который уверен, что он справится с этой задачей. Сравнительно недавно я привлекла к этой деятельности психологов, и они мне не отказали. У нас есть в штате два психолога, которые активно участвуют во всех организационных моих моментах, которые не против создать такие тесты, поговорить с человеком, что он хочет, когда он устраивается на работе, какие цели он преследует, какие задачи у него поставлены. И так кратенько изложить, что бы мы хотели видеть от своего работника. Это подбор – стимулирование персонала. Стимулирование, конечно, персонала. Это можно отнести не только материальную заинтересованность, но вот как и рассказали наши коллеги Наталья Викторовна о том, что очень хорошо, это комната разгрузки, о персонале заботятся, и персонал будет отвечать тебе тем же. Это какие-то межличностные отношения в коллективе. Организовывать какие-то встречи, общие конкурсы. Поддержка коллектива – это очень важно, особенно для молодого специалиста, который поступает к нам на работу. Развитие персонала – это формирование высококвалифицированного персонала. Это как раз наши все категории, сертификаты. Это какие-то конгрессы, выездные какие-то учебные мероприятия, которые с целью обмена опыта. Дальше я бы хотела рассказать то, чего в моих… Ой, убежала. Сейчас, сейчас. То, чего мне очень хотелось бы достичь в нашем центре, потому что я считаю, что это рационально очень будет для постовых медицинских сестер и для старших медицинских сестер. Первое, что я бы хотела, это создание его цели. И наша цель, предположим, это достигнуть в конечном итоге то, что мы хотим. Это увеличить производственность труда, условия труда. И так, чтобы сотрудники всегда оставались с нами на долгое время. Для этого мы разрабатываем план совместно с нашей администрацией. И дальше будем организовывать средний медицинский персонал. На сегодняшний момент, все мы знаем, что есть старшая медицинская сестра, процедурная, палатная, перевязочная. Но я хочу рассмотреть такой вопрос, как медицинская сестра, либо организатор, либо координатор, либо менеджер. Каждый может по-разному это интерпретировать. На мой взгляд, это медсестра-координатор, который возьмет на себя большую часть функций за старшую медсестру, за палатную медсестру. Это даст большие, улучшит и контроль, и освободит старшую медсестру и постовую от многих проблем. Скользь хочу пройти по обязанностям среднего медицинского персонала. Все мы знаем, какие обязанности у старшей медсестры, что она постоянно сидит с документами. Она всегда, она приход, расход контролирует. Она контролирует работу медицинских сестер буквально на лету. Я не знаю, как у всех, но у меня девочки загружены полностью, 100%. Они постоянно у меня что-то списывают, какие-то заполняют журналы, документации очень много. Естественно, на медицинских сестер, чтобы пройти, проконтролировать, остается очень маленькое время. Это время можно увеличить с помощью введения должности медсестры-координатора. Дальше у меня идет процедурная. Все мы знаем, что она выполняет, перевязочная, что ассистирует. И очень большое, вы посмотрите, вот у меня даже на два слайда, это обязанности палатной медицинской сестры, которая осуществляет и уход, и документацию, и назначение выполняет врачей, и транспортировка. То есть она заменяет всех и все, особенно субботу-воскресенье. Это такой универсал, который делает все. И вот с целью разгрузки, вот у меня на два слайда функциональные обязаны, с целью разгрузки я бы могла бы предложить ввести такую должность, как медицинской сестры-координатора, который бы создаст благоприятную, располагающую к общению сотрудников, психологическую атмосферу. В результате пойдет перераспределение нагрузки на персонал. У медицинской сестры старшей возникнет резерв. Она всегда будет знать, когда она уходит в отпуск, за нее остается определенный человек, который знает какие-то нормативы. Это очень удобно будет для старшей медицинской сестры. Это улучшится контроль по санопит-режиму. Это можно будет подойти с любыми волнующими вопросами. Старшая медицинская сестра больше будет обучать, проводить какие-то занятия. Поэтики, диантологии, гигиене, профилактике с каких-то заболеваний. Будет оперативное выполнение всех назначений врача. И информация о произведенных исследованиях будет каждый день. Докладывается врачом. Это все медсестра-координатор. Вот они, все обязанности. То есть это будет выписка, получение, учет, списание лекарственных препаратов. Это та документация, которой у меня загружены все старшие сестры. Это запись пациентов на назначенное исследование. Хотелось бы, конечно, все это сделать в электронном виде, для того, чтобы это все фиксировалось, и любой врач мог бы посмотреть, открыть электронный журнал и посмотреть, что было сделано. Предоставлять отчеты. Даже проверка истории перед сдачей в архив. Вот то, что улучшится. Это я уже говорила, что старший медсестра у меня будет больше уделять внимание своим сотрудникам. Дальше это про здоровье, о том, что хотелось бы ввести электронную базу, хотелось бы электронные истории болезни, единые инструкции, единые правила для всех. Потому что все мы понимаем, что у нас находятся три учреждения в песочном, и все мы переходим из одного учреждения в другое, из другого в третье. И каждый из нас интерпретирует по-разному. Вот у одного журнала такой, у второго журнала другой. Хотелось бы это, чтобы было едино, у всех была одна форма, и чтобы вновь приходящий сотрудник на работу адаптационный период проходил спокойно. Спасибо вам за внимание. Большой счастье. Коллеги, вы можете задавать вопросы и обсуждать наболевшие темы. Может быть, у кого-то это есть уже в больницах. То, что Татьяна Владимировна предлагает координаторов, я знаю, что в 26-й есть. И они с успехом этим пользуются уже много-много лет. Единственное, почему вы не предложили координатора для главной медицинской сестры. Да, 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 я об этом думала, потому что это очень важно. Так что, если какие-то вопросы есть, вы не стесняйтесь. Мы специально сюда здесь и собрались, чтобы такой устроить небольшой брифинг, вопросы-ответы, и много чего есть обсудить, и что у вас спросить, может быть, какие-то... Да. Вот вопрос еще сало. Есть же, наверное, определенный стандарт журнала, который выше нас люди уже придумали и назначили. Почему есть какие-то в каждом институте другие какие-то журналы, которые... По поводу каких журналов вы хотите сказать? То есть есть пристелизационные, генеральные, текущие уборки. Нет, нет, есть определенные журналы, которые приказом они внедрены в систему. А есть учетная документация, которая непосредственно связана с учреждением, где работаешь, и там она разрабатывается. Плюс, не забывайте, есть районные Роспотребнадзоры, и комиссии у каждого они разные. Просто почему в одном месте вы сказали одни журналы, другом другие? Потому что в оккурортный район. Это уже, значит, руководство институту придумывает какие-то дополнительные журналы? Нет, для удобства работы каждый делает для себя журналы своим. Даже касаясь текущих уборок. Он нигде не прописан, этот журнал. Но он где-то есть, а где-то нет. Понимаете? И вот этот алгоритм, что должно входить? Какие наименования? Это определенные стандарты журналов, которые обязаны быть, я так понимаю. Какие наименования должны быть? Это хотелось бы. Также хотелось бы и инструкции. Не только журналов это касается. Это единое по всей России. Это можно сделать, и сотрудник, приезжая с Иркутского, он будет также входить очень хорошо в должность. Все, спасибо. А про журналы скажу одно, что наш институт, директор имеет право завести любой журнал распоряжением или приказом. И мы обязаны будем его ввести. Неважно, что мы будем там учитывать. Далеко ходить не надо. Вот Татьяна Вячеславовна знает, да? Обычные расходные катетеры. Не досчитались там, что-то получилось. Сразу сделали приказ на дорогостоящие, не лекарства, а на расходный материал свыше трех тысяч. Это то, что проверяют проверяющие органы. Потому что у федеральных учреждений, у них свои проверки. У комитетских свои проверки. Каждый просит свое абсолютно. Поэтому и возникает такая проблема с журналами. Поделимся опытами, коллеги. Может быть, кто не знает, что мы все журналы шнуруем, пронумеровываем, печатью скрепляем, даже текущих уборок. Поэтому, ну что, а это не надо делать. А мы делаем, потому что нам сказали при проверке. Вот и все. Журналы – это дело у всех сугубо индивидуальное. Есть еще какие-то вопросы? Это организационные сейчас доклады, поэтому может быть… Продолжение следует. Продолжение следует.